Проблема нарушения ритма и проводимости это одна из глобальнейших проблем современной медицины во всем мире и то что у нас в РНПЦ кардиология есть специалисты которые способны решать эти проблемы уже на самом высоком уровне это гигантское достоинство центра и очень важно чтобы мы контактировали с нашими зарубежными коллегами в рабочем режиме была прочитана лекция очень интересная важная надеюсь она была полезна всем 26 нашим гостям и ритмологам из республики беларусь ну а потом выполнены две прекрасные операции эффективная с хорошим результатом и на следующий день завершён весь план вмешательств этот точки через которые двигался катетер который прижигал эти ритмии он либо окружал их общей линии либо проходил через них устраняя таким образом ограничивая распространение этих очагов вот эта штука которая вставляется внутри пациента на стерильном находится живет от 8 до 10 12 лет при экономном режиме работы если склероз наступает ну понятно что энергии которая третит батарея становится больше и он ну там через восемь лет может выработать батареи но провода которые вставляются внутри пациента остаются те же сами отворачивается такой же вот отверткой специально стерильный вот через эти вот разъемы которые здесь вставляются да здесь видны два контакта вставляются провода зажимается отверткой вставляется под кожу провод идет внутри тела пациента это вот проводник вот такой провод идет внутри человека вот это его часть которая закрепляется в кардиостимулятор вот она а вот эта часть с маленьким таким спиралью вкручивающийся Закрепляется в ткань сердца, и он там постоянно находится. Конечно, мы очень рады тому, что наш российский коллега согласился провести такой мастер-класс здесь на месте. Это были операции продолжительностью по 3-4 часа. Все необходимое оборудование, которое для проведения таких операций, есть. И мы проводим такие операции. Но какие-то нюансы технические и так дальше были подсказаны очень дельные. Показаны новые трюки, скажем так, как бороться с более тяжелыми ритмиями у наших пациентов. Это добавит эффективности. То есть мы понимаем, что все равно будут пациенты, у которых будут рецидивы. Мы знаем об этом. Но каждые 5-6-7-10 процентов, которые мы добавляем эффективности, идут на пользу нашим пациентам. У меня была назначена операция на 30 октября. Но за неделю до этого мне перезвонили и сказали, что есть возможность оперироваться у российского профессора. Я согласился и обрадовался. Все подробно мне предварительно рассказали, что для чего это делается, каким методом, чтобы я не пугался, чтобы был в курсе всего. Но академик Ардаш, он довольно известный ученый и специалист в этой области. Поэтому для меня это была находка, или как правильно сказать, удача. Пока прошло только 2 дня после операции. Случаев срыва, ритма сердца пока не было. Так что мы будем считать, что удовлетворительно. Удачаев срыва, ритма сердца, 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 ритма сердца.